Как Ваши вообще считаете от уровня учебника? Уровень десятников в мире. Я первый раз посещаю подобные мероприятия вроде мастера. Есть, естественно, люди, которые интересуются технологиями, которые хотят называть что-то новое, решать задачи, и которые помогают людям. Понятно, что здесь есть какая-то там экзаменарная тема, но об этом вопросе я сильно удивился, и мне сердце очень понравилось. Как решаете, они добились каких-то задачных результатов? Команды были разные. Были разные команды по составу. То, что я говорил раньше, были команды чисто технические, были команды, которые были обладательными, как-то из легких историй в плане, как на это можно заработать, ну, как не реализовать, да? В части там будущих, возможно, советов как-то более правильно перемешивать команды, чтобы шансы были, так сказать, равные у команды победить в этом соревновании. А в части подхода и решения заданий, в действительности чувствуется разница. Команды, которые относились к полным, они достигли результата. Были команды, у которых были классные идеи, но, к сожалению, чуть-чуть не подняли. Ну, я надеюсь, что будущих на кого-то на них достигнут целей. Какое, по Ваше мнение, самое классное проекте? У меня проектом было классный класс. Проект создания чат-бота со сложностью. Определение доктора, который теперь понадобится. Ребята молодцы в плане подачи идей, подачи презентации и кондичного результата. То есть у них уже готовы продать их, понятно, не идеально. Но для этого можно сделать некий продукт. И, понятно, вторая идея — это аналитика языков, так сказать. Ну, языкам определять свои болезни. Это тоже очень интересно. Они очень сложные идеи в частности того, что некий преддикшен по словам или по картинке, да, ну, это мои паповые на сегодняшний день. Всё. Взросно расскажешь, денег не надо. Денег не надо.